Игровой движок Frostbite давно уже ассоциируется с плохой физикой в серии NFS. Как его только не поливали грязью, все кричали, что он не подходит для гонок, замените его. Но в итоге электроники наоборот перевели все свои игры на новый движок, и игроки вынуждены довольствоваться тем, что имеется. Но сегодня речь пойдет о игре десятилетней давности под названием NFS Rivals. Вам, наверное, интересно, почему я выбрал именно эту часть? Сейчас все объясню. Наверняка у каждого есть традиция играть в определенные игры под новый год. Так вот, третий год подряд я гоняю в Rivals. Напишите в комментариях, во что играете вы в период нового года. В этот раз я решил записать ролик и рассказать вам про всеми нелюбимый Frostbite, который, на мой взгляд, является лучшим именно в NFS Rivals. Игрой занимались две студии. Это Ghost Games совместно с Criterion. Над игрой работала команда из 170 человек. Большинство сотрудников имели опыт разработки над такими играми, как NFS The Run и Forza Horizon. Советником при разработке выступал сам Кен Блок. Всю ответственность за франшизу NFS возложили на Ghost Games. У двух студий стояла одна общая задача. Сделать игру на обновленном движке Frostbite 3, который не особо дружелюбен к физике. Нужно было грамотно настроить его. Многие думают, что движок это просто картинка. Но на самом деле нет. Это большой комбайн, который включает в себя абсолютно все игровые элементы, включая геймплей, физику, сетевой код, звуковое сопровождение и множество других аспектов. Можно, например, сделать обалденную графику, как в NFS 2015, но забыть про зрительный эффект в виде пустого невзрачного города. А это очень важная деталь, которая как раз в NFS Rivals выполнена на отлично. Визуальная часть восхитительна. Мир в игре очень живой. По городу катаются гонщики, бросая тебе вызовы. Кого-то преследуют копы. Легкий ветерок кружит осенние листья. Капли дождя скатываются по кузову автомобиля. Красивые пейзажи. Эффектные столкновения с объектами. Динамическая смена времени суток и погоды. Сбалансированные цвета и отличное освещение. Если ко всему этому добавить динамичную езду с погонями, то оторваться трудно. Ты как будто осмотришь боевик на дороге. Все время находишься в движении и напряжении. Особенно, когда твоя тачка почти разбита. А на кону очень много очков скорости. А до заправки и убежища еще далеко. Фишка заключается в большом риске и большой награде. Игра завлекает своим веселым геймплеем. И постоянно подкидывает тебе испытания. Чтобы не наскучило круизить в одиночестве по миру. Здесь есть и снежная местность. И пустынная. И осенняя. Разработчики решили максимально разнообразить игру различными видами. То есть нет монотонной карты, которая быстро приедается глазу. Это большой плюс. Хочешь, играй за копа. А хочешь за гонщика. Выбирай удобный для себя спидлист. И погнал выполнять задание. Физика прям очень напоминает прошлое НФС от Критерион. Но при этом автомобили ощущаются более тяжелыми. И отлично контролируются на дороге. Не хочешь уходить в дрифт? Не дергай ручник. И машина не будет скользить. Это же гениально и просто. Если бы еще убрали эти надоедливые сцены с авариями. Цены бы не было игре. Автопарк здесь шикарный. Машины подобраны очень хорошо. Одна краше другой. Также были задействованы технологии погони. Прямиком из Hot Pursuit 2010. То есть у разработчиков уже была своя база, которой они придерживались. Это взять свои наработки из прошлых проектов и перенести их на новый игровой движок. В целом они справились со своей задачей. Им удалось совместить все игровые механики в одно цельное звено. Проверенная временем концепция, игра в кошки-мышки, то есть копы против гонщиков, прекрасно сработала. Здесь нет чего-то сверхнового и прорывного, кроме улучшенной графики. Игру смело можно назвать ремейком Hot Pursuit образца 2010 года. На мой сугубо личный взгляд, NFS Rivals является лучшей игрой на движке Frostbite. Разработчики добились отличных результатов в плане физики и графики. Я не пойму, зачем в будущих играх физику 200 раз переделывали. Rivals это отличный пример хорошей игры на шутерном, грамотно настроенном движке. В будущих сериях NFS везде были недочеты. Где-то что-то недоделали, где-то наоборот, наделали лишнего и ненужного. Физика работала вообще не понять как. Игры подвергались критике одна за другой. Игроки жаловались на управление и воротили нос. А здесь в Rivals, как ни странно, все выглядит и управляется вполне сносно. А значит можно было сделать все как положено. Но к сожалению, столько времени было потрачено лишь впустую. Это конечно немного обидно. NFS Rivals это по-хорошему безумная аркада с отличной атмосферой. В которую нужно играть небольшими порциями после тяжелого рабочего дня. Есть и раздражающие моменты. Подбешивают постоянные смены хостов. Едешь в гонку, а тут на тебе, здравствуйте. Неужели за столько времени не могли пофиксить этот нюанс? Хотя о чем я говорю, эта игра давно уже никому не нужна. Кто недоумевает, почему игра идет только в 30 фпс. Это очень легко поправить. Не будет никакого ускорения времени и прочих глюков. Просто прописывайте эти параметры в свойствах ярлыка игры или в приложении от EA. Если 60 кадров вам мало, пропишите больше. А у меня на этом все, друзья. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Удачи вам и хорошего настроения. Будьте здоровы. Всех с наступающим Новым Годом. Пока.